Радио Бонен-Ново Радио Бонен-Ново Альфинсет и Ун Ун Бонен-Ново Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! На волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей Даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту Что без тебя я ночь пустыня Колючки, камни, слезы, лед Зажгу очаг, а он остынет Сажу цветы Полынь растет Что без тебя я пыль и пепел И черепок разбитых чаш Мой мир не мир, мой свет не светел И счастье без тебя мираж Я без тебя Ребенок малый Не знающий, куда идти Когда он вдруг теряет маму Среди людской чужой толпы Когда он вдруг теряет маму Среди людской чужой толпы Мой дом наполнит тихим светом Мои осколки склей в сосуд Я так замерзла Дай мне лето Где теплый дождь Цветы цветут С тобой я плод взращу чудесный С тобой не страшно на войну Остался шаг в стране небесной Но без тебя я не дойду Я без тебя Ребенок малый Не знающий, куда идти Когда он вдруг теряет маму Среди людской чужой толпы Усни, зайди Я на стеж двери Открыла Жду Тебя Иисус Ты тот Господь В кого я верю Ты тот Один Кому Молюсь Ты тот Господь В кого я верю Ты тот Один Кому Молюсь Она Сидела Закрыв лицо Руками И плакала Сквозь слезы Отчаянно повторяла У меня нет человека Кто бы мне помог Кто бы просто меня выслушал И не осудил Эти слова прозвучали не от одинокой старушки и не из одиночной камеры в тюрьме Их высказала молодая женщина, которая была частью большой и успешной церкви Нет человека Думаю, многие из нас знают, что такое духовное одиночество среди улыбающихся людей Декламирующих христианские ценности Как же так получается, что люди, которые посещают собрания христиан, чувствуют себя ненужными Кто же тогда мы, если находясь рядом с нами, люди говорят Нет человека Каждое воскресенье они идут в молитвенные дома в надежде на исцеление Но возвращаются домой такими же больными и отчаявшимися Нет человека, который бы разделил боль души Нет человека, который бы взял за руку и помолился без осуждения Нет человека, который бы помог тебе подняться из духовного падения Нет человека, который не осудил бы тебя за то, что ты уже месяц не открывал Библию Нет человека, который бы просто тебе верил Духовное одиночество очень болезненно. От него не спасает ни обручальное кольцо, ни улыбающиеся люди, которые выезжают с вами на шашлыки, ни даже хорошие библейские проповеди. Оно томит не тело, а душу, загоняет в камеру одиночку и пытает чувством вины и стыда. Может быть, кто-то, слушая эти слова, уже знает правильный ответ на еще не заданный вопрос. Возможно, вам кажется, что вы знаете причины, почему люди испытывают духовное одиночество и уже приготовили быстрый рецепт исцеления. К сожалению, мы иногда торопимся не там, где нужно. Давайте не спешить с выводами. Давайте слушать сердцем. Если человек упал, он нуждается в протянутой руке, в проявленной любви. Побивая камнями, мы никому не поможем подняться. Давайте вспомним, как мы отчаянно боролись с грехом, но так и не решились рассказать об этом. Почему промолчали? Почему не открыли свою проблему? Ведь если человек заболел физически, то придя домой, он не будет скрывать от близких, что плохо себя чувствует. Потому что знает, в семье о нем позаботятся, купят необходимые лекарства, заварят чай с лимоном, сделают все, чтобы помочь победить болезнь. Не правда ли странно, что в церкви, где мы называем друг друга братьями и сестрами, мы так отчаянно скрываем свои духовные болезни? Возможно, такое поведение небезосновательно. Быть может, вы когда-то пытались открыть душу, а вас даже не выслушали. Или то сокровенное и наболевшее, что вы рассказали одному человеку, стало популярной темой среди многих. И потому мы заучиваем правильные фразы, надеваем красивые улыбки, чтобы никто не догадался, как нам больно внутри и как там одиноко. Мы страдаем и молчим, потому что боимся. Боимся быть осмеянными, непонятыми, униженными. Мы, часто не думая, повторяем слова песен, называя это прославлением, и безучастно жмем друг другу руки, считая это общением. Но это не церковь. Церковь там, где больные исцеляются, одинокие чувствуют себя любимыми, слабые обретают силы, где двое или трое собраны во имя его. Довольно часто мы отрицаем очевидные проблемы, лишь бы привычный нам мир не рухнул, лишь бы иллюзия счастья не рассеялась. Может, пора остановиться и задать себе вопрос, а что лично для меня значит быть частью церкви? Кого я поддерживаю? Кто может опереться на мою руку? Кому я помог подняться? Как дети, которые не хотят убирать, и весь мусор прячут по углам и под ковриком, мы также усердно пытаемся замалчивать и припрятывать проблемы, как будто от этого станет чище, и они исчезнут сами собой. Христос никогда не припудривал то, что нуждалось в исцелении, не отмалчивался там, где нужно было сказать. Это, конечно, не всегда устраивало его оппонентов. Наверное, потому религиозные люди так легко распяли Христа и по сей день распинают Христовых. И недаром Христос предупреждал учеников, что местом наибольшей боли и презрения станут именно синагоги и судилища, потому что знал, бить и плевать ему в лицо будут те, кто пять минут назад отложил священное писание и совершил обряд молитвы. В чем секрет притягательной силы Христа? Ведь он был настолько чист. Но это не было препятствием для того, чтобы ему открывали свои сердца даже самые ничтожные и падшие люди. Его святость не отталкивала, а притягивала. Конечно, его компании не позавидуешь, блудницы, прокаженные, бесноватые. Это выводило из себя стерильных святошь и смущало даже учеников. Но это совсем не смущало Христа. Его сердце было наполнено жалостью и состраданием. Послушайте, что пишут евангелисты. Видя толпы народа, он сжалился над ними. Матфея 9, 36. И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Матфея 14, 14. Увидев ее, Иисус сжалился над нею и сказал ей, не плачь. Луки 7, 13. Иисус же призвал учеников своих, сказал им, жаль мне народа. Матфея 15, 32. Иисус всегда был готов помочь людям. Он не мог равнодушно пройти мимо чужой боли. Его глаза были открыты, чтобы видеть. Его сердце было полно сочувствия. Он говорит, у меня учитесь, потому что я мягок и кроток сердцем. Слышите? У Христа мягкое сердце. Он не отвергал сентиментальных женщин со странными выходками, кричащих детей, глуповатых людей и маловерных просителей. Он поступал так, потому что не мог по-другому. Любить, прощать и проявлять милосердие это естественно для Бога. Была только одна категория людей, которая его возмущала и приводила в негодование. Это святоши. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Не знаю, что сегодня бы попало под плеть Христа в наших молитвенных домах, но он сделал бы все, чтобы больные стали здоровы, а голодные сыты, и те, у кого нет человека, почувствовали его руку. Любовь, терпение, мягкость, доброта, сопереживание, сочувствие – это то, чего так не хватает в современной церкви. Мы преуспели в формах служения, но начали утрачивать сердечность. Как же так вышло, что у последователей Христа, гордо несущих звание христиане, сердце становится равнодушным к чужой боли? Можем ли мы называть свои собрания собраниями поклонения, если не видим нужду и боль ближнего? Почему так происходит? Ответ один. Все начинается с сердца. Проблемы во взаимоотношениях между нами – это эхо проблем во взаимоотношениях с Богом. Иисусу не нужно было читать норовоучений о любви к ближнему, потому что Он знал Отца. Он был пропитан Его любовью. Это Отец через Него исцелял слепых, утешал разбитых горем людей, дарил новую жизнь отбросам общества. Иисус знал того, кого большинство из нас не знает так, как должно знать. Он пришел, чтобы открыть нам Отца, открыть нам Бога, исполненного любовью к омертвелому, изъеденному злобой, пропитанному ненавистью человечеству. Бога, пожелавшего усыновить нас. Бога, богатого милостью, прощающего, не вспоминающего вину. Благого Бога. Бога, внимательного к нашим повседневным нуждам. Бога, делающего все из любви и для блага. Иисус верил в такого Бога. Он знал такого Бога. Поэтому Его жизнь была наполнена любовью, состраданием и милосердием. Богу не нужны наши собрания по привычке. Он не нуждается в наших часто не очень удачных песнях. Нет ничего особенного в стенах молитвенных домов. И если мы наедине не переживаем близости с Богом, то Он не станет ближе только от того, что мы переступили порог дома, в котором собирается церковь. Сам Иисус сказал, что истинное поклонение происходит в духе, и потому место не имеет значения. Собрания нужны нам для того, чтобы с любовью помочь друг другу расти в любви к Отцу. Павел пишет в послании к Ефесянам, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. Вот что должно происходить, когда мы собираемся вместе. Как часто мы бываем обмануты. Мы ищем Бога на сцене, а Он сидит рядом с нами в рядах. Мы думаем, что поклоняемся Ему в песнях, а Он говорит, что истинное поклонение — это делать добро, искать правды, спасать угнетенных, защищать сирот, вступаться за вдов. Что же делать, чтобы не превратиться в общество, о котором будет плакать Бог? Чтобы Христу не пришлось брать плеть и снова прочищать дорогу для тех, кто пришел к Богу, но за нашими спинами не видит Его лица. Во-первых, необходимо понять, что слова «берегитесь фарисейской закваски», то есть лицемерия, были сказаны Иисусом не к посторонним людям, а к ученикам. Опасность фарисейства была для учеников такой же реальной, как и опасность быть гонимыми за искреннюю любовь к Отцу. Нам необходимо отказаться от христианской гордости и признать, что не все так гладко, но не спешить искать проблемы в других, а протестировать свое сердце. Почему вообще лично я посещаю собрания верующих? Что движет мною? Любовь к Отцу и Отцовым или привычка? Почему я жертвую? Чтобы помочь другим или откупаюсь от Бога? Для кого пою? В первом послании к Коринфянам в 13 главе Павел утверждает, что если между нами нет любви, то все великие деяния, песни прославления, молитвы, чудеса, знамения, причастия подобны просто звону и грохоту железа. Это шум, от которого нет никакой пользы. Без любви наши сердца превращаются в высохшую землю, на которой ничего не растет, в водоемы без воды. И потому, соприкасаясь с нами, люди твердят, нет человека. Во-вторых, нам необходимо признать, что мы не являемся источником любви. Мы не можем любить по приказу. Дали установку, и с понедельника мы исполнены благодатью до краев, проявляем любовь и дружелюбие. Без Христа мы банкроты. Нам ежедневно необходимо искать всем сердцем того, кто силен сделать обозленное ничтожество благословенным сосудом, исполненным любви. Он источник, он тот, в ком мы можем черпать благодать. И он готов дать нам гораздо больше, чем мы просим или о чем помышляем. Вкусите, как благ Господь. Ему не нужны ритуальные молитвы, он хочет общаться с нами в прохладе дня. Богу не нужно наше, ему нужны мы. Наши сердца, уставшие от рабства религиозности, в которые мы сами себя загнали. Ведь отношения с Богом это гораздо больше, чем просто читать Библию и молиться утром, вечером и три раза перед едой. Он личность, он живой, он настоящий. Он любуется своим творением и хочет разделить с нами красоту каждого рассвета. Он художник и желает, чтобы мы наслаждались его шедеврами. Отношения с Богом это шепот Отца в сердце, это руки, нежно утирающие слезы, это тихие беседы о будущем, это наставление Отца и всегда открытый взгляд неба. Он хочет ввести нас в прекрасный мир, в котором все строится из любви. Это то золото, из которого выплавлена его любимая церковь. В этом мире послушание это отклик, а не способ привлечь к себе добрый взгляд от Хозяина. Здесь нет страха, потому что Крест удалил пропасть между нами и Богом. Завеса разорвана, объятия раскрыты. Бог зовет тебя и меня в эти отношения. Ведь на самом деле именно этого ищет наша душа со времен Эдема. И именно это привело нас когда-то ко Кресту. Мы не говорим сейчас о медитации или о чем-то мистическом, не пропагандируем христианский буддизм. Мы говорим о реальных взаимоотношениях между человеком и Богом. Внушают ли вам доверие люди, которые настолько высоко летают в отношениях с Богом, что их нигде не видно на земле. Любовь к Богу всегда действенна и практична. Она проявляется на кухне и в общественном транспорте, на работе и за рулем. Близость с Богом ярче всего выражена в том, что мы становимся ближе к окружающим нас людям. Она проявляется в терпении и уважении, просто в добрых делах. Посмотрите на Христа. Близость с Отцом не сделала Иисуса оторванным от действительности. Он жил среди нас. У Него были такие же будни с работой и трудностями. У Него были руки скорее с мозолями, чем с четками. Но обычная жизнь не отдаляла Его от Отца, потому что Он хотел быть с Ним. Чаще всего нашей близости с Богом мешают не недостаток времени, а отсутствие желания. Дай Бог нам стать людьми с добрым и чутким сердцем, сердцем Христа. Быть исполненными любви и сострадания к тем, кто упал или нуждается в поддержке. Чтобы, находясь в нашем обществе, люди не твердили отчаянно «нет человека». Ведь на самом деле надо не так много. Просто выслушать, не осудить, встать в проломе за человека в молитве. Любовь и принятие, ведь это так просто. Пусть нашим самым сокровенным желанием будет желание всем сердцем любить Бога и любить ближнего. К Богу и друг ко другу имейте те же чувства, что и у Христа к Отцу. Это значит быть Его телом, Его любимой церковью. Как хорошо, что есть на этом свете те люди, что всегда меня поймут. Случится горе, часть Его берут и на плечах несут со мной вместе. Над наготой души не посмеются. Могу я с ними быть самим собой, и если даже прячу, видят боль. Стараясь к ней бальзамом прикоснуться. Чтоб верную дорогу выбрать мог, чтоб я увидел, что неправ во многом стирают грязь и пыль сердечных окон и, укоряя, не сбивают с ног. Благодарю Творца за светлый час, когда Он нам назначил эту встречу. И лишь боюсь, друзья, что не отвечу, что тем же не смогу я быть для вас. напои меня из колодца воды живой, чтобы жажда мой дух никогда больше не томила. Я скитаться устал по пустыне земной, но в тебе завоов моя крепость и сила. Ты источник воды живой, я с тобой по пустыне иду, как по райскому саду, и реки жизни одна за другой. В моем сердце текут к небесному граду. В моем сердце текут к небесному граду. Помню те года, когда сноем я был гоним, к водам, что на душе жажду так и не утолили. Но однажды Христос Ты стал другом моим, и потоки любви жизнь мою обновили. Ты источник воды живой, я с тобой по пустыне иду, как по райскому саду, и реки жизни одна за другой. В моем сердце текут к небесному граду. В моем сердце текут к небесному граду. Не найти границ для небесной любви вовек. Даже капли ее мир огромный вместить не сможет. Лишь в тебе Иисус обретет человек. Благодать и покой, что алмазов дороже. Дороже ты источник воды живой, я с тобой по пустыне иду, как по райскому саду, и реки жизни одна за другой. в моем сердце текут к небесному граду. Ты источник воды живой, я с тобой по пустыне иду, как по райскому саду, и реки жизни одна за другом. В моем сердце текут к небесному граду, в моем сердце текут. секунду. В эфире детская передача 900 секунд. Всем привет! Мальчишки, девчонки, папы и мамы, дедушки и бабушки. Мы очень рады снова провести это время вместе с вами. Здравствуйте, Аня. Привет, Ярослав. Аня, а помните, в прошлый раз вы сказали, что если кто-то из ребят не знает, как говорить с Богом, то они могут позвонить или написать, и вы расскажете. Да, а что? А я подумал, может быть, мы сегодня об этом расскажем тем ребятам, которые еще не умеют говорить с ним. Хорошая мысль, Ярославчик. Что бы ты мог посоветовать ребятам? Молиться Иисусу всегда, когда захочется, и рассказывать ему все, что рассказываешь папе или маме. Отлично. А то, что рассказываешь другу Жене, но не рассказываешь маме, нужно рассказывать Иисусу? Не знаю, а ему будет это интересно. Ну, если это интересно тебе и твоим друзьям, то ему тоже, наверное. Он же твой друг. При условии, конечно, что это что-то хорошее, не то, что он запрещает делать. Значит, ему нужно говорить все то, что я говорю своим друзьям. Прекрасно. Надеюсь, что ребята поняли из твоих слов, что молитва это разговор с Богом, с Иисусом, с Творцом и Создателем, который хочет для всех нас быть другом. И, кстати говоря, Иисус сам рассказал своим ученикам, как правильно молиться. Аня, неужели вы имеете в виду ту молитву, которую все заучили и читают, ничего не понимая? Вы же сами говорили, что молиться можно просто такими словами, как разговаривая с родителями или друзьями. Или все-таки все время нужно произносить отчинаш? Подожди, подожди, я же еще не договорила. Так вот, Иисус показал этой молитвой пример для своих учеников, как правильно молиться. Он говорил той речью, которую использовал в повседневной своей жизни. Давай, кстати, прочитаем эту молитву в переводе, чтобы все понимали, о чем мы говорим. Молитесь же так. Отец наш Небесный, почитаемо да будет святое имя Твое, да придет Твое Царство, и на земле да будет воля Твоя, как на небе. Хлеб наш насущный, даруй нам сегодня. И прости нам долги наши, как и мы прощаем тем, кто нам должен. Не дай нам впасть во искушение и от злого духа нас избавь. Твое ведь царство и сила и слава вовеки. Аминь. Написано в Евангелии от Матфея 6 главе с 9 по 13 стих. Он не говорил молиться точно такими же словами, иначе мы бы тогда вынуждены были говорить даже не на русском языке. А так это просто образец. Его же можно использовать и целиком, если хорошо понимаешь, что говоришь, или говорить похожее своими словами. А как это? Похожее своими словами? А это я и хотела рассказать. Смотри, сначала идет обращение. Мы должны назвать того, с кем говорим. Ну, это понятно. Я всегда называла, например, папа, мама, Женя, Андрей. Поэтому понятно, что нужно сказать Иисус. Отлично. Следующее, что мы должны сделать, это поблагодарить, похвалить, прославить, признать власть Бога над всем. Другими словами, мы должны сказать ему о том, что знаем, что он наш творец, что он всем руководит и без него ничего не произойдет. И сказать спасибо ему за это и за то, что он делает для нас. А вот дальше мы можем попросить у него то, что нам нужно. И вот здесь главное, это то, что нам действительно нужно. Не то, что нам хочется, но мы не знаем, что с этим делать. Например, 12-й айфон, просто чтобы похвастаться перед другими, а новый телефон, чтобы научиться снимать хорошие видео и вовремя звонить маме и отвечать на ее звонки. В молитве Иисуса пример с хлебом. Он показывает, что нужно просить хлеб только на сегодня, а не на все дни сразу, потому что так много тебе не нужно, завтрашний до завтра испортится. А так у тебя есть возможность каждый новый день просить новое, нужное и общаться с твоим другом. Еще в этой молитве Иисус показывает своим ученикам, что мы можем просить у Творца прощения, если что-то сделали неправильно, и просить защиты, ведь Он всемогущий и никто не сможет обидеть нас, если мы под Его защитой. А в конце этой молитвы снова признается власть Создателя над всем. Вот такой пример. А вы, ребята, можете вместо хлеба просить все-все, что нужно вам. Классно! Как раз, что стоит только попросить, и Бог сделает это для меня. Да! Главное просить нужное и верить, что Он сделает это. И тогда Он обязательно сделает. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Написано в Евангелии от Матфея 21 главе 22 стихе. Ну вот, теперь точно все ребята будут знать, как правильно разговаривать с Иисусом. Да, только не забывайте, что молитва это разговор, а значит, нужно не только самим высказаться, но и послушать, что скажет вам Творец. А Он точно что-то скажет, если вы будете слушать. Вот так прям скажет, как папа мне говорит? Да, может вот так прямо сказать, может послать тебе какую-то правильную мысль, а может сказать через кого-то или что-то, например, через папу, учительницу, какую-то книгу. Получается, что еще нужно научиться слышать его? Да, все верно. Для этого у нас и есть столько времени, чтобы научиться общаться с нашим Создателем. Хм, хорошо, наверное, было Адаму. Он сразу умел говорить с Богом. Да, и Ева тоже. Только потом они все равно сделали не то, о чем он их просил. Обидно, наверное. О, Аня, а что, если очень чего-то хочу? Ну, прям очень-очень. И это мне нужно. Можно как-то усилить свою просьбу? Хороший вопрос, Ярославчик. Можно. А как? Можно попросить своих друзей молиться о тебе. Ух ты, круто! Это значит, чем больше людей просят, тем лучше? Можно и так сказать. Только не забывай о тех двух главных правилах. Каких? Просить то, что тебе действительно нужно, и с верой, что Бог это сделает. А то ответ будет «Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Послание Иакова, 4 глава, 3 стих. А так Иаков в этом же послании советовал. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Но на самом деле молиться друг за друга можно не только тогда, когда кто-то заболел. Например, у Даниила, того, который путешествовал на машине времени, было три друга. И однажды он попросил их молиться о нем. О том, чтобы он попутешествовал? Нет, о более важном. Помнишь, я говорила, что попутешествовать это просто желание. Мы его можем тоже сказать Иисусу. Но исполнит его Иисус или нет зависит от его планов на нашу жизнь. А вот есть то, что действительно очень нужно. О таком просят все вместе. А о чем просил Даниил и его друзья? Однажды царю Навуходоносору, тому, который был самый великий на то время и который взял в плен Даниила и его друзей приснился сон. И царь захотел узнать его значение. Но самое интересное было то, что царь забыл, что ему приснилось. Он собрал всех мудрецов, гадателей, тайноведцев и приказал им истолковать его сон. Конечно же, когда они узнали, что царь забыл сам сон, то пришли в ужас. И было отчего. Вот что сказал им царь. Вот вам мое решение. Если вы не расскажете мне мой сон и не истолкуете его, то вас четвертуют, а дома ваши превратят в развалины. А если вы расскажете сон и истолкуете его, то получите от меня подарки и награды, будете осыпаны почестями. Так скажите же мне, какой я видел сон и что он значит? На это халдеи вновь ответили. Если бы царь соблаговолил рассказать рабам своим сон, мы бы его истолковали. Теперь я знаю точно, воскликнул царь. Увидев, что мое решение неизменно, вы хотите выиграть время. Если не услышу от вас, какой сон мне приснился, приговор вам один. Вы сговорились лгать и изворачиваться в надежде, что дело может принять другой оборот. Расскажите мне сон, и мне станет ясно, сможете ли выдать мне его истолкование? Халдеи стали возражать ему. Нет на земле человека, который мог бы рассказать царю то, что он хочет узнать, и ни один царь или правитель, каким бы великим он ни был, никогда не требовал этого ни от магов, ни от прорицателей, ни от звездочетов. Ведь то, чего требует царь, слишком сложно, и об этом ему не сможет сказать никто, разве только боги, но ведь они не обитают среди смертных. Ответ Халдеи вывел царя из себя, и он пришел в такую ярость, что приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышел указ о казни мудрецов, угроза гибели нависла над Даниилом и его товарищами, и за ними тоже послали. Тогда Даниил, осторожно взвешивая каждое слово, обратился к Ориоху, начальнику царской стражи, которому «Что побудило царя столь срочно издать такой указ?» спросил Даниил царского сановника. Когда Ориох разъяснил ему, в чем дело, Даниил пошел к царю и попросил дать ему время, чтобы истолковать царский сон. Затем Даниил вернулся домой и рассказал обо всем своим товарищам, Анании, Месаилу и Азарии, и просил их молиться Богу Небесному, дабы он явил «Чтобы им не погибнуть вместе с прочими мудрецами вавилонскими». Это все написано в книге Даниила во второй главе с 5 по 18 стих. «И Бог открыл Даниилу и сам сон, и его значение». Так Даниил смог спасти всех от смерти и доказать царю и всем вавилоне, что есть один настоящий живой Бог. Но так как дело было действительно сложным, то друзья молились о Данииле. О, теперь понятно. Если что-то действительно очень важное и нужное, тогда нужно подключить к молитве своих друзей. Тогда и больше людей узнают о результате и будут хвалить за это Бога. Верно. Тогда как можно больше людей узнает, что наш Бог настоящий и всемогущий, что Он действительно наш Творец. Ребята, наша радиопередача подошла к концу. Не забывайте разговаривать с Иисусом, вашим другом. Помните, что вы всегда можете подключить своих друзей, если нужно просить Его о чем-то очень важном и нужном, а потом вместе благодарить Его за ответ. А если Он еще не стал вашим другом, скорее подружитесь. Это сделать очень легко. Нужно только попросить Его об этом. А мы встретимся с вами через неделю. Пока-пока! Синева Синева Вечер свечи зажигает, Меня мама на ночь обнимает. Я закрою глазки, будто сплю, но остану о мамочке молю. Молитву мою, молитву мою, знаю, слышит Господь сейчас. Я маму люблю, так сильно люблю, ты веди ее каждый час. Я тихонько Библию читаю, и о папе снова вспоминаю. Знаю, он спешит сейчас домой, мой уставший папа дорогой. Молитву мою, молитву мою, молитву слышит Господь сейчас. Я папу люблю, так сильно люблю, ты видеть ее каждый час. Молитву мою, молитву мою, мою, знаю, слышит Господь сейчас. Я бабу люблю, и маму люблю, ты веди их каждый час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова